А где медведь? Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это ФНАФ. И не просто ФНАФ, а ФНАФ в РОБЛОКСЕ. Мне тут на прошлом стриме сказали, что в Роблоксе сделали игру про ФНАФ. Кстати, донатерам спасибо большое. И реально, в Роблоксе сделали хоррор про механических медведей. Вот, все ждали ФНАФа, получите, распишитесь. А точнее, подпишитесь на мой канал, чтобы узнавать ещё больше всего нового. Пока кто-то застрял в дверях и в радужных друзьях, мы уже потихонечку начинаем проходить ФНАФ. Но только ФНАФ называется не совсем ФНАФом, а Forgotten Memories. То есть, забытое воспоминание. И что же мы такого забыли во ФНАФе? В принципе, если бы мне не сказали, что это Роблокс, я бы реально перепутал это с новой частью ФНАФа или с какой-нибудь другой версией. Ну или хотя бы до того момента, пока не увидел эту заставку. В этих забытых воспоминаниях команда максимум из четырёх игроков работает, кто бы мог бы подумать, охранниками в новом заведении Тони Стакос. Если раньше была пиццерия, то теперь мы охраняем Тако. Цель, как и всегда, объединиться, выжить и пройти вся пять ночей, не умирая от аниматроников. Но в отличие от реального ФНАФа нам даётся три жизни, а не одна. И кстати, у каждого персонажа, за которых мы играем, есть своё имя и даже история. Например, чувак по имени Трэвис, начинающий рэпер, известный несколькими хитами. Ого, вот это интересные факты, блин. А ещё больше интересных фактов о Роблоксе и не только, ты узнаешь в моём Телеграм-канале. Ссылка в описании, подписывайся на него, там ждёт тебя хэллоуинский подарок. И ещё раз, ссылка в описании. Это, конечно, всё классно, прикольно и интересно, но мы сюда пришли, чтобы умирать. Но сразу же скажу, нас ждёт счастливая смерть среди наших старых, добрых и знакомых локаций. Серьёзно, они воссоздали целую кабинку охранника из второго ФНАФа. Эх, ностальгия. В целом, у меня такое чувство, что я играю во второй ФНАФ и девятый одновременно. Ну то есть, я умею ходить и чего-то собирать, светить фонариком, убегать. И при этом сама атмосфера реально тебя берёт за ягодицы. И в какой-то момент хочется прокричать, вот такой должен был быть девятый ФНАФ! А не ваши эти детские сады с весёлыми музыками. Ну и как ты понял, в большинстве случаев мы будем помирать от наших старых знакомых зверушек. Причём не все они сразу будут на нас набрасываться и за нами охотиться. Нет, с каждой ночью к нам будет добавляться новый аниматроник. И почти каждая ночь начинается с катсцены, где показывают нового аниматроника, который будет за нами гоняться. И как же это круто выглядит. До этого ещё ни в одной из версий ФНАФа не додумались, даже фанатские. Те самые игры, которые пытаются вернуть страшный ФНАФ. И я просто хочу, чтобы ты сейчас увидел все катсцены. ФНАФ Я не могу, это очень круто выглядит. С каждой ночью пробуждается всё новый и новый враг. И с одной стороны, оно нам нафиг не нужно, потому что страх неизвестности намного лучше воздействует на нас. Но мы видим, кто в следующей ночи нам будет надирать задницу, и от этого нам спокойнее не становится. Поэтому идея просто клёвая. Ну а нам сейчас осталось только помереть. И первая смерть, которую мы получаем в игре от Мишки Фредди. Лучше вообще ни медведю никому из них не попадаться на глаза. А то ведь догонит собакой и съест. Федя будет активирован с первой ночи, и в основном он бродит по столовой и в залах для вечеринок. Но он также может заглянуть к тебе в офис. Там тебе просто нужно закрыть дверь. Ну а всё остальное время просто пытайся от него спрятаться. А иначе... Мда, красиво. После смерти нам вылетают скрины от персонажа, который нас недавно шлёпнул. Ну и тут написано некоторые подсказочки. Например, то, что Фредди любит бродить по сцене. Не знаю, как эта информация нам поможет. Ну, возможно, мы не должны приближаться к сцене, потому что Фредди там любит ходить. Ох, Федя, Федя, всё о сцене мечтает. Ну вообще, если Федя тебя заметил, то от него возможно убежать. И также давай не будем забывать, что мы в Роблоксе. А значит, здесь есть шкафы, в которые мы можем спрятаться. А значит, мы с тобой можем здесь ещё долго-долго просидеть. Нет, нет. Не надо, дядя. Дядя, не надо. ААААААЙ! Блин! Это не из этой игры вообще-то. Да, на этот раз тебя из шкафа никто не выгонит, это конечно сложно себе представить. И у меня до сих пор такое чувство осталось, что меня из шкафа вот-вот выкинут. Но, детка, расслабься, это всего лишь ФНАМ. Поэтому прячься в своё удовольствие. А вот следующий аниматронник, который нас также может шлёпнуть, как и Федя, это Бонни. Причём сломанный Бонни. В основном он находится на складе, но также может пробраться к офису. И с ним работает та же стратегия, что и с Фредди. Просто не попадайся этому крольчонку на глаза и закрывай вовремя дверь, если тот окажется около твоего офиса. И поскольку это ушастая гнида без рожи, нифига не жирный Фёдор, а очень даже быстрый кролик, от него будет убежать, мягко говоря, сложнее. Но стратегия всё та же, либо мы убегаем, либо прячемся, либо просто не попадаемся ему на глаза. Но вот как мы от него умрём. Блин, а по лицу-то за что? Бонни находится около загрузочного склада, попробуй от него держаться подальше. Спасибо тебе большое, уже пытался. Ну, теперь мы понимаем, что нас теперь не могут просто так убить и на нас наорать, но ещё и по лицу дадут. Ну, может быть, Фокси окажется добрым и просто нас съест. Да и ты туда же, за чё? Вот от Фокси убежать практически уже невозможно. Но спрятаться, ну, ещё есть какие-то у тебя шансы. Но вообще рекомендуется использовать против него фонарик, поскольку у него один глаз, и поэтому его можно легко ослепить. Ну, или хотя бы замедлить на какое-то время. Ты только ему дуй в глаза фонариком, и всё будет у тебя хорошо. И также здесь есть музыкальная шкатулка, которую можно завести, и тогда Фокси пойдёт проверять, что же это там такое играет. Ну, и просто вернётся в свою бухту. Про шкатулку я тебе отдельно расскажу попозже, эта дрянь тебе ещё нагадит в течение игры. А что там с нашей любимой цыплёхой? Чика! Чика у нас появится на предпоследней ночи. Помимо того, чтобы ты будешь играть в прятки и догонялки с аниматрониками у себя на работе, ты будешь ещё работать. Вот это поворот! Тебе нужно следить за подачей кислородов, чинить генераторы, если что, и вот эта драная курица тебе будет мешать. Но у Чики есть огромный недостаток, и это наше преимущество. Она тупая. Ну как тупая, немного забывчивая. Просто дело в том, что она иногда забывает, что игрок вообще существует. И поэтому иногда даже она ни за кем не гонится, если её не провоцировать. А общаться вообще с ней очень легко. Ты просто на неё смотришь, и она не двигается. Пусть наша курёха изначально кажется страшной, на самом деле Чика очень застенчивая. И вот пока ты на неё глазеешь, она не двигается вообще. Но если вдруг тебе некогда любоваться этой красотой неописуемой, и ты уже приготовился бежать, чтобы она тебя не поймала, забеги просто за угол. Я же тебе сказал, что она иногда забывает, что ты вообще существуешь. Блин, обидно даже немного. Но зато мы выиграем. Но эта курица генераторы ломает. И в этом минус. Кстати, помнишь, я тебе говорил, что ты можешь спрятаться насколько угодно и когда угодно? Так вот, я тебе на звезде дел. Нет, тебя из шкафа, конечно, никто не выгонит, а однако есть такой персонаж. Есть такой, блин, персонаж! Как Золотой Фредди. И он приходит к тем игрокам, которые долго прячутся и ничего не делают. В общем, если ты ничего не делаешь, у тебя и генераторы ломаются, и кислород перестает поступать, и электричество у тебя ломается. И вот тогда приходит Золотой Фредди. Но вообще забавно следить за тем, как он качается. Мне кажется, ему хорошо, оставим его в покое. А вот кто тебя точно не оставит в покое на протяжении всех пяти ночей, так это грёбаная коробка. Точнее, содержимое. Марионетка. Она находится прямо рядом с тобой, за занавесками внутри офиса. Я тебе так скажу, не нужно постоянно заводить заново музыкальную шкатулку. Достаточно просто задёрнуть занавесочку, чтобы эта тварь не вылезла больше. Но если всё-таки она вылезет, то Марионетка... Марионетка тебя не убьёт. Или убьёт. В общем, она выбирает одного случайного игрока и убирает. Охренеть, она ещё и выбирает. У нас же демократия. Но это совершенно сейчас. Не важно, кого она выберет, потому что она может убить именно нас. Но это ещё не всё. Умереть ты также можешь от двери. Вернее, если другой игрок неправильно закроет дверь, и ты будешь стоять в дверном проёме, тебя расплющит нахрен. Поэтому будьте аккуратны. Также следи за кислородом, ведь он может закончиться, и вовремя чини свет, генераторы и электричество. А иначе ты тоже сдохнешь. Мы да, устроились на работу. А я всего лишь хотел пиццы. Ну а если ты тоже любишь пиццу, и ФНАФ, и Роблокс, подписывайся на мой канал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мой Телеграм-канал, и на мой Яндекс Дзен тоже подписывайся. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями у себя на странице. И также не забудь оставить свой любой комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok